Мы раскрыли ту идею, что слово «созо» — это греческое слово. И для тех, кто будет сдавать тест в конце недели, вам нужно будет напомнить, что «созо» — это греческое слово, которое означает быть спасенным, спасать, освобождать. Исцелять, делать здоровым и делать полноценным. Я надеюсь, что вы помните об этом. И также я хочу, чтобы вы напомнили, что одни из ключевых оснований, которые мы имеем, первое — это прощение. В Матфея 18, с 21 по 25 стих, Иисус рассказывает нам историю о непрощенном слуге. Этому слуге было прощено намного более, чем он мог бы заплатить сам. Но его просили простить то, что было намного меньше. И когда царь узнал, Он послал этого слугу, который не прощал, в темницу. И в стихе номер 35 Иисус говорит, что Небесный Отец поступит с нами так же, если мы не будем прощать. Поэтому, если мы хотим выйти из темницы, нам необходимо прощать. Потом мы говорили о Отцовской лестнице. И как каждая личность Бога, Троица, Отец Дух Святой и Сын, Соответствует людям в наших семьях. Нашему отцу, Нашим братьям и сестрам И нашей маме. Помните, что Отец обеспечивает Ваше чувство принадлежности И Вашу ценность. Мы знаем, кем мы являемся, Глядя в глаза нашего Отца. Отец, Он бережет нас и держит в безопасности. И также Отец, Он обеспечивает нас одеждой, едой. Потом мы имеем Иешуа. И наши, к которым соотносятся братья и сестры. Потому что Иешуа является нашим старшим братом. И наши братья и сестры и Иешуа обеспечивает нам дружеские взаимоотношения. И Дух Святой, Он соответствует нашей маме. Он поддерживает нас. И Он нас также обучает. Мы хотим провести множество СОЗО с каждым из вас. И мы были в команде СОЗО, которая была обучена. И если бы мы проводили это здесь, нам нужно было бы провести личное время с каждым из вас, чтобы вы чувствовали себя комфортно. И даже перед началом вот такого курса, вот этой сессии, необходимо было бы провести время в молитве, чтобы небеса открылись. Итак, вы будете нашими служителями в СОЗО. И давайте мы уделим немного времени, несколько минут, чтобы сделать атмосферу здесь доступной. Поэтому давайте помолимся в Духе. И давайте в это время скажем, что мы открыты к тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. Святой Отец, мы призываем Тебя. Дух Святой, мы призываем Тебя сюда. Сегодняшний день Ты сотворил, чтобы мы возрадовались в Нем. Мы рады Тебе, Господь, сойди. Мы ожидаем Небеса на этом месте. Сойди, Дух Святой. Сегодня день СОЗО. Сегодня день спасения. Что бы мы хотели бы вас попросить сделать, займите, сядьтесь поудобнее. Мы попросим вас закрыть ваши глаза, чтобы вас не касался никакой смущающей все, что рядом может происходить. Поэтому закройте ваши глаза. Когда мы будем задавать вам вопросы, мы просто хотим, чтобы вы подумали мы хотим, чтобы вы почувствовали первую вещь в Духе, которая приходит вам на ум. Старайтесь не догадываться. На примере, мне кажется, что я думаю, что это, это... Не делайте так. Не думайте больше, чем надо. Вы слушаете Дух Святой от Отца. И когда мы проводим СОЗО, мы касаемся каждой личности в Троице. Но в этот раз мы спросим каждого из вас, который сейчас сфокусирован на Господе. И вы можете выбрать одного из личностей в Троице, кого бы вы хотели. Поэтому подумайте о Папе, Сыне или Духе Святом. Мы даем вам время. Кто-то из вас получит видение или образ. Кто-то может пережить определенные чувства. То, что мы хотим вас спросить, чувствуете ли вы себя свободным с этой личностью, и вы можете приближаться? И если вы действительно чувствуете себя свободно, и хотите, чувствуете себя, что вы можете приближаться, насладитесь этим моментом несколько секунд. И потом перейдите к другой личности в Троице, к Отцу, к примеру, или Духу Святому. Благодарим Тебя, Отец. Если вы чувствуете, что вы получаете, просто принимайте. Кто-то из вас может ощущать сложности в приближении к Богу. К примеру, если вы сейчас пытаетесь общаться с Отцом, и вы чувствуете, что вам трудно приближаться к Нему, что вам нужно сейчас делать, это начать прощать своего земного Отца. Я прощаю своего Отца за то, что Он не защищал меня. Если кто-то из вас не чувствует эти сложности, не делайте так. Я прощаю своего Отца, если Он не давал мне достаточно еды или одежды. Я прощаю своего Отца за то, что Он был слишком занят ради меня. Я прощаю своего Отца за то, что Он был несовершенным или неполноценным. Я прощаю своего Отца за то, что он был несовершеннолетним. Если у вас было взаимоотношение, общение с Яшуа или Духом Святым, и вы делаете то же самое, и пытаетесь быть ближе с ними. И вы задаваете вопрос также, если вам трудно приближаться, что вам мешает, и начинайте прощать своих братьев, сестер, если это Яшуа, и маму, если это Дух Святой. Не удивляйтесь тому, если что-то в памяти всплывет. Вы, к примеру, можете подумать, что как это могло произойти, я об этом даже не думал многие годы. Просто простите их. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу вас также попросить сейчас, с кем бы вы ни общались из личностей в Троице, попросите его показать ту ложь, в которую вы верили. И потом подождите. И когда эта ложь, она всплывает в вашем разуме, скажите, я отрекаюсь от этой лжи. Я разрушаю соглашение с этой ложью. Я не буду с этой ложью сотрудничать или иметь контакт. И потом вы скажите отцу, я меняю эту ложь на ту истину, которую ты хочешь дать. И потом ожидайте от него. И сейчас я хочу сказать для вас, кто это проходит, если вы слышите истину, запишите ее. Мы не записываем ложь, но нам нужно, необходимо записать истину. Одна из моих клиенток слышала такую ложь, которая говорила, что она не ценна. Она не была драгоценной. И потом она отказалась от этой лжи. И она задала вопрос, папа, какая же истина? Он говорит таким образом, особенным образом, не так, как в религиозных и воскресных школах. Вы мои драгоценные дети. Ни у кого нет такой дочери, как у меня. Кто-то может просто услышать, я в тебе нуждаюсь, ты мне нужна. Благодарим тебя, Дух Святой, что ты находишься в классе. Теперь вернитесь к той картине, которую вы имели в начале с Богом. И посмотрите, изменилась ли она, другая ли она. Да, некоторые лица говорят, что да, она другая. В этом есть сила, когда мы смотрим на наши раны и ложь, и потом мы меняем их на истину. И вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Но остальные можете посмотреть на меня. Если вы чувствуетесь свободно, хорошо, но если есть кто-то, кто хочет поделиться, что он получил от Господа, просто поднимите руки. Если вы можете сказать без обвинения кого-то, в чем была ложь, кого вы простили и какая истина. Если вы не хотите сказать, в кого вы простили, просто скажите, в чем была ложь и какую истину вы получили. Есть волонтеры? Есть желающие? У нас есть... Добрый вечер. Я не могу назвать человека. Я не могу назвать человека, но я видела его лицо сразу, когда вы начали говорить этот класс. Я видела его лицо, и я поняла, что что-то будет происходить. И вот когда вы начали говорить первого, я пригласила Отца. Я пригласила Отца, и Он мне поставил руки на плечи, и Он мне говорил хорошие слова. Потом я разговаривала с Иисусом, и он был чуть-чуть дальше, и я приближалась, и спрашивала, что это братьями и сестрами, но как бы что Он сразу не приближался. Я вот спросила от Духа Святого, что в чем проблема, и Он мне показал проблема, и это поддавание. И потом Духа Святого спрашивает, что же с этим лицом человеком этим делать? И он сказал, что это ложь дьявола, то, что он между нами происходил. Это ложь дьявола в отношениях, и я знаю, какая истинна, какая истинна, истинна, это то, что Он служитель Божий. И что Бог будет развивать наши с ним отношения. И что Бог будет развивать наши с ним отношения. Поэтому вы чувствуете себя хорошо. Вы чувствуете себя более свободным? Кто хочет больше свободы? Когда мы свидетельствуем, то... Дух Святой не держит дары, и Он хочет, чтобы мы свидетельствовали о них. Очень красивая женщина. Спасибо, Миссия. На прошлой неделе мне Господь проговорил про мой палец. У меня была драма на пальце, и два месяца я не обращала на это внимания, ничего не делала. И Бог не разговаривал на прошлой неделе. Ты думаешь, что я такой же, как ты, ты думаешь, что я отношусь к тебе, как ты, к пальцу твоей лего ручки. И я размышляла об этом. И я подумала об этом. Я ходила... Неслышно. Луна. Это то, что они говорят? Луна? Да. Да, да. Но он говорит английский. Да, turn around. There you go. There you go. Два месяца назад я травмировала палец на левой руке, указательный. И я как бы ничего с этим не делала. То есть он у меня был, он у меня напух, и я, ну, как бы, пренебрежительно отнеслась к этому. То есть приспособилась вот так вот, как бы, жить, работать. И Господь проговорил ко мне на прошлой неделе, вот просто, внезапно. Он сказал, что ты думаешь, что я такой же, как ты, ты думаешь, что я отношусь к тебе так же, как ты, к своему пальцу на левой руке. И меня это очень сильно потрясло, и я размышляла об этом. Я поняла, что, ну, что Господь не такой, как я думала о Нем. И вот сейчас, во время служения, я поняла, что мне нужно сделать. Я размышляла о своих отношениях с отцом и простила его за пренебрежение, да, вот в каких-то важных моментах моей жизни. И я поняла, что это мне, я думала, как бы, подсознательно, так же, о том, чтобы мой Небесный Отец так же ко мне относился, ну, как бы, с пренебрежением. И сейчас, просто, когда я помолилась, и вот это все произвела, то есть я почувствовала большую близость к Отцу. Когда она помолилась, она чувствовала более интимность между Небесным и Богом. Я на прошлой неделе начала заниматься, ну, вот уже хотели болеть. Смотря на некоторые лица здесь, я хотел бы вас предупредить, готовиться. Если вы собираетесь иметь, пройти курс СОЗО, для себя или для кого-то другого, держите салфетки рядом, носовички. Потому что они очень необходимы, когда внезапно вы начинаете плакать. И это естественный процесс исцеления. Мы не хотим, чтобы люди чувствовали себя неудобно, когда они плачут. Но когда из вашего носа текут сопли, тогда вы чувствуете себя неудобно. Поэтому, когда мы проводим курс СОЗО, у нас всегда постоянно есть коробочка с салфетками. И мусорное ведро прямо рядом с клиентом. И поэтому, когда он постоянно вытирается, чтобы все это не мешало процессу. Вспомните то, что было для вас трудным. Если бы мы проводили с вами час или полтора. И мы бы проходили с вами этот процесс взаимоотношения с каждой личностью Троицы. И у нас тогда была бы возможность задавать вам множество вопросов. Для многих из вас это будет естественным для того, у кого есть какие-то преграды в жизни или ситуации. И будут возникнуть трудности с первыми вопросами, которые у нас есть, имеются. И обычные ответы на вопросы могут быть такие, что я не имею ничего с этим общего. И это нормально. Потому что, если ваше сердце жаждет, просто начинайте прощать того, кто приходит вам на ум. И проводите время наедине. И вы начнете чувствовать более ясно и чувствовать Господа. И потом мы сможем натренировать всю нашу команду и переехать сюда, чтобы провести время с каждым из вас. Да. Когда Кирк говорил, Бог мне кое-что напомнил. Было несколько раз, когда клиент знал, кого ему необходимо простить. И они просто не могли это сделать. Они застряли по некоторым причинам. Очень часто, когда работа происходит хорошо, когда мы просим их простить кого-то другого за что-то намного меньше. Иногда просто практика в прощении делает вас сильнее. У нас была молодая девушка, у которой отец действительно плохо относился к ней. Она знала, что ей необходимо его простить. Но она просто не могла это сделать. Но служение Созо предлагает простить ей то, что он не уделял время ей на день рождения. Это была меньшая часть. И она отвечала, да, я могу это сделать. И было несколько вещей, которые привели ее через это прощение. И потом она была уже готова простить его за большие вещи. Мой опыт показывает, что можно пройти таким образом через прощение больших вещей. И это инструменты и процесс, с которого он начинается. Если вы осознаете, что вы чувствуете себя отдаленным от Господа, остановитесь на минутку. И скажите, отец, кого мне нужно простить? Иногда это может быть друг, который предал вас. Может быть, мама, которая была слишком занята. Ваша мама или отец, или друзья могли просто не понимать вас. Я верю, что когда Иосиф был уведен в Египет, я верю, что Иосиф проводил время в прощении своих братьев, которые продали его. Да, это не написано в тексте. Но это мы видим в его характере позже. И в один момент он говорил с Господом и освободил людей. Но в один момент он сказал, что вы замышляли зло, но Бог обратил его в добро. Помните, что то, что находится между вами и Богом, здесь идет речь о вашей свободе. Вам не нужно идти к тому человеку, которого вы прощаете. Однажды я был в классе, и мне нужно было простить Татьяну в тот момент, когда мы остановились на протяжении пяти дней, и вы ни разу нас не кормили. Да, это никогда не происходило. Но иногда нам нужно прийти к человеку, и он ответит, что я даже об этом не догадывался. Но иногда, когда вы знаете, что вам не дает свободу, вам нужно... Не нужно говорить, потому что освобождая себя, вы другого просто в оковы. Освобождая себя, когда... Если вы делаете так, как он сказал, вы идете к тому человеку, тогда вы сами освобождаетесь, но вы другого в оковы ставите. То есть не нужно идти к другому человеку, простить у него прощение, потому что вы его ставите таким образом в оковы. То есть это между вами и Богом. Я просто хочу сказать, что есть разница между прощением кого-то, и есть разница в том, когда вы прощаете кого-то и возмещаете ущерб, если был какой-то конфликт. Потому что, когда вы решаете конфликт, тогда, если вы кого-то обидели, тогда вам нужно пойти к человеку и попростить прощение, если вы что-то неправильно сделали. Но вы не ожидаете, что тот человек попросит прощения у вас. Мы видели людей, которые прощали своих отцов, которые не имели отношений на протяжении двадцати лет. И они приходили и прощали их отцов. И они не говорили отцу, за что они именно прощают. И иногда, получая письмо или телефонный звонок от этого человека, говорили, что мне нужно сделать некоторые вещи правильно. И таким образом мы знаем, что Бог действует в сердце другого человека. Хорошо. Эй, Кирк, я просто думал, что что-то еще. Очень важно понимать, когда вы прощаете, вы просто освобождаете человека под Божьи руки. Прощение – это действительно процесс о них. Не только о них, а о вашей свободе. Когда Кирк говорил, я вспомнил одно свидетельство, которое вам нужно услышать. Это случилось недавно. У нас есть женщина в собрании, которая родилась выше, возможно, десять лет назад. Перед тем, как Господь ее нашел, или она нашла Господа, она была наркоманка. И она даже употребляла наркотики, когда была беременна с сыном. Ему около тринадцати лет сейчас. Он очень милый человек. Но он никогда не обучался так, как дети в его классе. Кирк и я встретились с мамой. И в первый же раз Дух Святой пришел ко мне. И я задала ей вопрос, просили ли вы у него прощения? И она сказала нет. Я даже не думала об этом. И потом она нашла удобное время. И она сказала, знаешь, когда я была беременна тобой, я употребляла наркотики. Ты можешь меня простить за это? И он сказал, конечно, мама. Да, он любит ее. И когда он был в кровати, и, возможно, приблизительно через четыре недели, мы увидели кардинальные изменения в этом молодом человеке. У него была возможность говорить с нами. А перед этим он этого не делал. Например, когда мы заходили в ресторан, то он не мог вспомнить, как назвать курицу. И однажды, когда одна женщина в бассейне спросила его, как его зовут, он не мог вспомнить и начал трястись. И он начал меняться. Это сила прощения. Бог уже простил его маму. Но она открыла дверь, чтобы он мог простить ее. И он вошел в новую свободу. Он пройдет в нас. Так что мы хотим убедиться, что сегодня отпустим вас вечером в более лучшей позиции, чем вы пришли сюда. Я хочу задать вам важный вопрос. Кто из вас не слышал ничего? И вы не чувствовали, что вы проходили этот процесс. И вы чувствовали, что вы проходили этот процесс. И вы чувствуете, что вы не можете пройти этот процесс. И не расстраивайтесь. Кто-нибудь еще? Отец. Я просто благословляю эту девушку. Господь, Ты дал нам силу освобождаться от грехов. Со всеми грехами, которые мы сталкивались, мы от них отказываемся. И мы берем власть над дьяволом, потому что мы все были грешниками, мы такими родились. Я просто отсылаю все грехи с этой девушки прочь. И я также отсылаю влияние этого греха людей, которые повлияли на нее. И я благословляю ее уши слышать, глаза видеть, и сердце различать. Любовь отца. Дружеское общение с Духом Святым. Во имя Ишо. И также это касается всех остальных. И я хочу, чтобы перед тем, как мы пришли на перемену, чтобы каждый сказал, что я отрекаюсь от тех всех грехов, которые я совершил через кровь Ишуа. И также я отрекаюсь от влияния греха всех людей, которые мне их причинили. Я омыт кровью. Я искуплен. Я чист. У меня есть Слово. Я ценный. Хорошо, перейдем. Спасибо.